Сидит мой дедушка. После того, как Верстак вчера рассказал, что должны быть персонажи, а вы рассказали о том, что должны быть кружочки, я сегодня как-то очень все быстро совместила, хотя вчера я даже еще не знала о том, как это все делать. Ребята мне помогали, но особое отдельное спасибо Алексею, потому что мы все время к нему бегали, я не была вчера на его презентации, и говорит, о, Алексей, вот тут надо сделать. И в итоге, благодаря вам, у нас практически появилось то, что нужно, дедушка и жизнь с прогрессирующим над ядерным параличом, листаем. Дело в том, что на данный момент, кроме информации в Википедии, ну вот этого короткого кусочка, больше вы ничего не найдете о том, как должны жить такие люди. Опять же, люди это пожилые, и в отличие от детей, поисковая активность у родных пожилых людей, она самая низкая по стране. Вот, поэтому, собственно, вот мой дедушка и речь, здесь можно туда кликнуть, то есть здесь будут рекомендации реабилитологов, какие-то видеокурсы, тренировка мышц, соответственно, здесь уже появилось вот это видео, если оно сработает, то можно посмотреть, как тренировать руки, да, дедушка и спорт, что на самом деле даже при тяжелых генеративных заболеваниях люди должны и обязаны жить каждый день полноценной жизнью, потому что это продлевает им жизнь, вот, а соответственно, дедушка и реабилитация, то есть этот раздел требует доработки, потому что надо собирать информацию по России и за рубежом, потому что по этому заболеванию в России ничего нет, и есть только англоязычные сайты, и надо у них пытаться эту информацию получать. А дальше то, о чем вы говорили, мы хотим разработать, конечно, уже своего такого как бы мультипликационного персонажа, чтобы был такой веселый старичок, а не только мой дедушка, потому что, конечно, это наши частные истории, но он не давал согласия быть медийным лицом, поэтому мы решили придумать персонажа дедушка и, да, вот, и дальше идет вот дедушка и дом, потому что людей нужно учить жить дома, дедушка и транспорт, потому что я сама только вчера узнала, что оказывается, есть платформы в автобусах, они должны выезжать, ни разу за три года ни один автобус не помог нам, платформу не выставил, и для нас проблема ездить в транспорте, а оказывается, это можно. Более того, оказывается, сопровождающий ездит бесплатно. Дедушка и мероприятие, потому что это дедушкино первое мероприятие, но ему очень понравилось, он пришел сегодня второй день, вот, то есть он плохо разговаривает, но ему очень понравилось, и он просто, поскольку он ученый, доктор-наук-академик, то есть ему он как бы почувствовал такую жизнь, он не очень говорит, но сегодня он очень нам помогал с этими пунктами, которые считает важными. Дальше. Дедушка и тренажеры, потому что мало кто знает о наличии хороших тренажеров, дедушка и коллективные игры, дедушка и кухня, причем дедушка выделил там особый момент, не то, что он хочет готовить, а то, что он будет есть, вот. Дедушка и самостоятельные покупки, потому что это очень важно, чтобы человек все-таки участвовал в жизни, и как бы важно привлечь внимание к тому, что даже запертый внутри болезни человек, он личность, и он имеет право на свой выбор. Дедушка и магазин одежды, дедушка и сопровождающий, но будет еще много. Здесь прошу обратить внимание, что поскольку мы не знаем еще никого, и цель сайта найти таких же, как мы, то мы хотели бы и сами, и с помощью специалистов, когда мы найдем таких же, как мы, проводить школу дедушки для больных людей и для родных, потому что тогда это позволит увеличить срок жизни с двух лет, когда люди заперты в болезни внутри памперсов, до 10, 15, 20 лет в достаточно сохранном состоянии, как это происходит в Европе и в Америке. Ну и, соответственно, это такая немножко мечта. Мы хотели бы сделать вот такой проект, что дедушка и путешествия, и чтобы были экскурсии и поездки, и люди могли бы поехать за рубеж, то есть это даст им ощущение того, что они не умерли. Очень, конечно, мы хотели бы, чтобы у нас появились такие надежные партнеры. Да, и последняя такая мечта, над которой мы немножко работаем, это детский сад для взрослых, в котором все, что там описано выше, уже бы делали специалисты, а не я одна дома и при помощи мужа. Ну и, собственно, теперь, наверное, если я успею, каратенькая презентация о том, что нам нужно, потому что я думаю, я уже рассказала, что нам нужно. Да, соответственно, это жизнь с прогрессирующим над ядерным параличом. Все. Спасибо.